Вот уже четыре дня Тверь, как и вся страна, продолжает пребывать на вынужденных выходных. Не работают мелкие торговые точки, заведения общественного питания, закрыты объекты развлекательной инфраструктуры, на улицах города считанное количество горожан. Остающиеся в режиме самоизоляции тверетяне стараются выходить из дома только в случае крайней необходимости. Чаще всего за продовольствием в ближайший магазин. Наш телеканал посетил один из крупнейших сетевых супермаркетов, чтобы узнать, как повлияла выходная неделя на потребительский спрос, каков запас товаров первой необходимости, а также какие меры профилактики распространения коронавирусной инфекции предприняты в торговом заведении. При одном взгляде на парковку возле крупного Тверского супермаркета становится понятно, что людей в магазине сегодня не очень много. Большинство тверетян, как советуют специалисты, предпочитают оставаться дома. Давайте узнаем, какая обстановка в торговом зале. Обстановку внутри супермаркета можно описать одним словом – спокойная. В связи с небольшим потоком клиентов многие кассы закрыты. Небольшие торговые точки по соседству не работают. По торговому залу с тележкой лениво курсирует пара десятков покупателей. Большинство из них признаются – коронавирус существенный их ритм жизни и настроение не изменил. А вот по ценам местами ударил. Народ немножко нервничает, а так в целом мы поживем. На лимон повысилась цена – 400 рублей килограмм. А уж им бери и говорить не приходится. Это нормально, мы за этим не следы. Особо не переживаем, мы не выникаем. Но у нас ничего не изменилось. У нас не меняется, мы живем за горбом. Поэтому как бы с работы, домой. У нас так всегда. О том, что такое покупательский ажиотаж, здесь давно забыли. Последний раз большой наплыв клиентов наблюдался две недели назад, когда поддавшиеся панике тверетяне начали затариваться крупами, водой, туалетной бумагой, спичками. Продлилась паника недолго. Был небольшой ажиотаж, но мы смогли быстро отреагировать. Количество людей действительно увеличилось, люди стали максимально закупаться крупами, то есть товаром первой необходимости. Однако с начала текущей недели, объявленной президентом страны выходной, ситуации на АЭА клиентов стало значительно меньше. А вот продуктов, как и прежде, на полках много. В целом спрос ровный, то есть товар первой необходимости уже как бы менее закупают, то есть люди понимают, что товар есть и он будет в дальнейшем, поэтому беспокоиться на этот смысл сейчас. Как и в других местах массового скопления людей, особое внимание в магазине уделено мерам профилактики распространения инфекции. Для этого на каждой кассе установлены специальные защитные экраны, чтобы контакт кассира и клиента был минимальным. На полу нанесены разделительные линии. Все сотрудники магазина медицинской маски, а помещения регулярно обрабатываются дезинфицирующим средством. С питодермом он размещен у нас на входе в торговый зал, во всех туалетах покупательских, в том числе для сотрудников, естественно, несколько. Есть зона в самом магазине, например, овощи и фрукты, где также размещен антисептик для рук. То есть покупатели могут воспользоваться, естественно. Словом, нерабочая неделя существенных сложностей как для магазинов, так и для покупателей не принесла. Да, за покупками тверетяне на сегодняшний день ходят реже. Однако по-прежнему они могут найти на прилавках все, что им нужно. Торговые точки в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции особое внимание уделяют мерам профилактики. И пока, судя по всему, полностью с этим справляются.